Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Гарли. Добро пожаловать на мой новый видеоролик, где мы рассмотрим заработки на обновлении 6.5 на Радмире. В этом ролике буду рассматривать только нововведенные способы, потому что о старых уже многие знают. И тем более, эти способы я считаю наиболее выгоднее на сегодняшний день, потому что вы спокойно можете получать несколько миллионов в день. И да, я не кликбейчу этот ролик. Поэтому усаживайтесь поудобнее, берите тетрадь, ручку, записывайте все эти способы, потому что будет ролик интересный. Я играю на 6 сервере Радмира. В чате прописывайте вот такую вот команду и сюда вводите мой промокод Гарли, который дает вам очень хороший бонус при начале игры. По поводу рефералки вы можете мне отписать вконтакте, ссылочка есть в описании, все более подробнее. Я вам даю 200 тысяч при старте игры. И на экранах вы видите у себя победителя, который ввел мой промокод и получил халявный ключ на любом сервере Радмира. Теперь точно начинаю, всем приятного просмотра, let's go. Итак, первое на сегодня это фарм елочных игрушек в квесте дымоход. Многие не в курсе, но елочные игрушки сейчас стоят очень дорого. За один шарик вы можете получить около двух тысяч. Почему же они такие востребованные? Потому что вы за эти игрушки, за 150 тысяч, если я не ошибаюсь, вы можете купить себе Бугатти. И многие игроки сервера просто скупают, дабы купить первыми эту Бугатти и продать потом за супер дорого. Потому что Бугатти это крутая машина, она быстро едет, тем более она одна эксклюзивная. Такой больше никогда не будет. Вы запрыгиваете в дымоход и таким образом просто летите и собираете подарки. Один подарок это одна елочная игрушка. Мой рекорд это что-то 2 или 3 штуки, но это я проходил в первый день и не особо долго это продлилось. Вам нужно уникать вот этих камушков, которые на вас летят, а ловить только коробки. Попрошу обратить свое внимание, у меня уже 236 штук. Сейчас я словил 7 штук, до этого получается у меня было 229. Получается за несколько секунд, ну может таки минуту, я нафармил 14 тысяч. Попрошу заметить, ни одна работа не дает столько денег за вот буквально за минуту. Даже при условии X3. Это очень выгодно, поэтому мы переходим ко второму способу, который вам тоже понравится. Let's go! Так, друзья, после многих краша я наконец-то попал на поселок. У меня немножечко воспользовался помощью админов. Да, Максим Драгов, ему огромное спасибо и привет. Второй способ, который заключается в заработке, вы можете получить 100 тысяч просто за несколько минут. Ваша задача приехать на поселок, на вот это местоположение, около вот этого огромного ангара, там где стоят машины. И стать на метку с санями. Смотрите, телепортация на мероприятия. Мне, к сожалению, не повезло, но если вам выдается машина, то есть вот вы можете быть вот этим человеком, водителем, у которого 5000 здоровья. На экране я зум сделаю сюда. Если вам выдается машина, то вы можете получить 100 тысяч игрушек. Ой, 100 тысяч, 100 тысяч рублей или 100 игрушек просто. Ваша задача просто вам выдается оружие, машина и доехать до этого игрока, дабы его вытащить из машины и расстрелять. У него также есть оружие, благодаря которому он может обороняться. То есть нам нужно аккуратно, аккуратно к нему приехать, каким-то образом его просто запугать количеством, да, и расстрелять. Здесь можно делать постановы по типу того, что ты другу сливаешь подарки, и 100 подарков он получает за убийство, либо ты получаешь 100 подарков за то, что ты выиграешь на мероприятии, и делите пополам. Сейчас я буду пробовать, но гарантированно, гарантированно вы здесь получаете уже 15 тысяч тоже за несколько минут. Я считаю, это очень выгодно. Сейчас мы к нему подъедем, ну если я не перевернусь, конечно. А, тут система не даст перевернуться, окей. Господа, хочу запустить новогодний розыгрыш среди вас. Так как я немножечко сэкономил доната тем, что выиграл боевой пропуск у Ковалевского, я хочу вам тоже подарить эмоции победителя. Поэтому я разыгрываю два ключа на любом сервере Радмира. Для этого вам нужно написать свой никнейм и свой сервер в комментариях. При этом не просто написать, а добавить еще какие-то пожелания. Если я напишу Гардли Костелло 0.6 сервер, то нет, это не принимается. Если я напишу Гардли Костелло 0.6 сервер, ну условно твой ролик супер класс, то это засчитывается. Также обязательно подписаться на канал, поставить лайк. Это все буду проверять через бота. Я желаю вам удачи и результаты уже будут на следующий ролик. Погнали. А мы видим еще одного человека, который в поисках, но и этот тип уехал просто в Латкарина. Нам нужно его догнать, что задача как раз таки, ну не особо из простых, потому что пацаны едут вообще не в ту сторону. Ребят, вообще не туда выйдите. Он сейчас на рельсах осядет просто, я не знаю, этот человек вышел просто куда-то бежит. Тут по полям можно кататься, можете нарушать правила, как хотите на этом сервере, потому что это отдельный мир. И мы видим, что он уже в Латкарина. Ошалеть. Ну просто за ним нужно ехать. Вас раскидывает просто по всей карте. Кого-то может в Арзии оставить, кого-то можно, я не знаю, в Лесное ТП ехнуть, в Южное. Вот нам наша главная задача туда доехать. Так, ребята, я подъезжаю к месту расположения водителя. Скорее всего там какая-то ловушка, либо просто метка не обновилась. Я предлагаю подождать. Смотрите, сколько там машин. Я не знаю, может он куда-то заехал. Ну ладно, давайте спустимся. Конечно, я это не особо удачно делаю. У меня тут хпшки, конечно, поснимались. Да, тут хп снимаются. Нужно аккуратно быть. Вот мы подъезжаем к нему. Подождите, ну по-любому какой-то подвох имеется. Давайте нам дали М4, выйдем из машины. В идеале машину поставить так, чтобы из нее можно стоять и стрелять. Где он находится, я не особо вижу. Так, вот машина. Да. И чего? И чего дальше мы делаем? Просто расстреливаем Юрия Кастилу. Или что? Вот, да, машина начала взрываться. Подождите. А, вот этого снеговика. Подождите, а если сбоку подойти? Сбоку тоже ничего не происходит. Окей, он каким-то образом забагал. Подождите, подождите. Мы все здесь собрались. Мы здесь все его расстреливаем. И все. Охотник Михаил Эскобара убил водителя. Игра окончена. За участие вы получили 15 инвентовой валюты. Так, заходи в инвентарь. Действительно, 255. А почему у него здоровье не снималось? Вот это огромная загадка. Ну ладно. Тоже 15 тысяч за несколько минут. Даже не 15 тысяч, 30. Почему я запутался? 30 тысяч за несколько минут ни одна работа вам не даст. Просто дам информацию для сравнения, что в госструктуре вы получаете 30 тысяч минимум за Payday. А здесь за пару минут. Поэтому это очень выгодно. Едем дальше. Так, третий способ. Наконец-то люди вроде как подошли и поднабрались. Нужно 5 участников. Здесь достаточно много. Тоже можно заформить конфет. А вам дается 2 роли. Это роли, так получается, выживавших. И роль Деда Мороза. Подождите, если я не ошибаюсь, у меня должен быть Дед Мороз. Вот такая, значит, заставка идет. Там, где вот Лешов, Марат, не знаю, Диспайр. Не могут завести машину. И приходит в поселок вот такой вот Дед Мороз. Робо Дед Мороз. От которого нужно убегать. Главная задача, это починить все щитки. И вызвать полицию. Сейчас я вам покажу. Я за Деда Мороза никогда не играл. Ну и к счастью, потому что здесь выгодно играть за мирных жителей. Смотрите, ваша задача починить щитки. Щитки находятся на домах сбоку. Поэтому вы должны их всех починить. Вот. И вызвать ментов. Так, первый вот виднеется. Я его вижу недалеко от места, от склада вернее. Вы просто подходите. Ну, я почти подошел. Окей. Вы просто подходите. И здесь начинается у вас такая мини-игра. Которую нужно пройти. Всего 5 щитков. Здесь находится неподалеку еще один. И еще второй. И третий. Вот. Ну, короче, я в этой теме шарю. Поэтому для вас я этот ролик и снимаю. Сейчас два раза мне вроде еще осталось. Нет, это вот последний, последний. И я починил щиток, да? Окей. Нет, еще раз. Что здесь по заработку? За пройденный квест вам, если я не ошибаюсь, дают 15. 15 елочных игрушек. Или 30. Я сейчас посмотрю. Ну, пройдем, уточним. Вот еще место, где можно починить проводку. За Деда Мороза играть не особо выгодно. Потому что, получается, сбежавшие уходят. Смотрите. Фак. Да ну нет. Ну не убивай меня. Если уходят, то он ничего не получает. Если он убивает хотя бы одного человека, он уже получает 6 елочных игрушек. Но как бы не особо выгодно, потому что за него очень неудобно играть. Он достаточно, подождите. Блядь, он рядом. Пацаны. Ребята. Он очень рядом. Нужно бежать. Можно забежать в дом. Можно забежать в дом. Немножечко подождать его. Подождать его. Может, как-то, я не знаю, обмануть. Нужно вызвать полицию. Так, мне главное, чтобы он за ним убежал. Да. Все, отлично. Я убегаю отсюда. Потому что это опасно. Там пацан предлагает ему денег. Но нет. Можно замаскироваться в пингвина. Ой, в этого самого пингвина, говорю. В снеговика. Вот. Но пока что меня это не особо интересует. Меня интересует, пока есть время, починить немножко щитков. Так вот. На чем я остановился. За одно убийство он получает 6 елочных игрушек. Но за него играть очень сложно. Очень прям, ну. Я вам это говорю. Во-первых, неудобная моделька. Во-вторых, неудобно убивать. Так, я не знаю, где щитки. Вот еще один щиток. Вроде, вроде его починили. Либо и... Нет, не починили. Отлично. Так, я сейчас по фасту сделаю. Я очень надеюсь, что это последний. Нас четверо живых. Один раненый. Но мне почему-то подсказывает, что этого раненого сейчас убьют. Потому что за ним как раз таки бегал Дед Мороз. Так, последний. Последний раз. Да, и вот вы его убили. Последний раз. Ваша группа отремонтировала всю проводку. Теперь вы можете найти телефон. Подождите. Так, я надеюсь, это не ко мне идет. И позвонить в полицию. Нужно позвонить в полицию. Ребята, звоните. Потому что полиция едет 2 минуты. А за эти 2 минуты еще нужно остаться выжившим. Так, это тяжело будет. Это очень тяжело будет. Ему, наверное, смска точно пришла, что мы починили это все. Быстренько, быстренько, быстренько. Вот тут трубка. Вот тут трубка. И тут надо сделать звонок. Так, подходим. Можно вот так встать сбоку. Ну, относительно сбоку. Блин, я не могу. Я не могу позвонить. Почему? А, все, уже позвонили. Нет, 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 я все. Я звоню в полицию. Отлично. А то у меня окна для взаимодействия не было. Быстро, быстро, быстро. Звони в полицию. Вызывай ее. Нехайно приезжает. 2 минуты, ребят. 2 минуты. Мы остаемся с Типом. 2 минуты просто нужно жить. А можно вот тут сесть. Я думаю, если мы вдвоем будем... У него будут разбегаться глаза. И он будет бежать то за мной, то за ним. Поэтому нужно действовать в команде. Это хорошо. А, у нас на другом месте. У нас на другом месте, смотрите. Получается, есть 2 калитки. Он подумал, что мы будем там. И поэтому пришел туда и там стоит. Нам сейчас нужно как можно быстрее дойти до туда. Я устал. Я устал. Нужно немножко подождать. Подождать. Он тоже вроде бежит. Он тоже вроде бежит. Нам нужно аккуратно. Аккуратно просто дойти до этой метки. Но она, смотрите, есть 2 места. Она появляется в рандомном. Либо в первом, либо во втором. Но первое место это около будки сразу. Что? Что произошло? Первое место это около будки. Там наиболее выгоднее. Но вы должны понимать, что это рандом. И все просто так легко не будет. Я очень надеюсь, что у меня он сейчас не придет и не убьет. Да, все, отлично. Я получил 20 елочных игрушек за минут 5. Это очень выгодно. 20 елочных игрушек за 5 минут. При условии, что я знаю, как это выполнять. При условии, что это интересный геймплей. А не просто стоять на шахте, знаете. Типа бить камни, добывать руду какую-то. Смотрите, и ажиотаж на это мероприятие очень большой. Поэтому давайте посмотрим в инвентарь. 275 игрушек. Также много. И я считаю, что это мероприятие тоже очень выгодное. Мне оно понравилось, но я ни разу не играл за робот. Ну и хрен с ним. Ребят, если вам попадется робот, попомните мои просто слова. Что это невыгодно. Потому что он за одно убийство получает всего лишь 6. 6 игрушек. И последний способ на сегодня, это пещера с украшениями. Вы, значит, в нее заходите. Вас встречает вот такая вот пещера с двумя дырками. Окей, отверстиями. Вот. Вам нужно бежать только прямо. Не используя клавишу прыжка. Потому что когда вы будете прыгать, вы будете падать. И получается, вам вроде сюда нужно. Очень похоже мероприятие на Велесову ночь. Потому что здесь падают сосульки. Там подали камни, здесь падают сосульки. Вам нужно от них уворачиваться. Ни в коем случае не прыгайте. Потому что это станет только хуже для вас. И мне получается, здесь нужно налево. Да. Вы попадаете в другую пещеру, которая находится на другом конце карты. Вот. Сюда поднимаетесь по ступенькам. И здесь вас должен ожидать подарок. Вот он. Есть. Нажимаете клавишу Alt. Вы его подбираете. И теперь его нужно отнести. Покинуть пещеру. Это не в плане того, что встать на метку. Просто вам нужно прибежать на начало. На начало это самое. Там, где вы начинали. Здесь также будут падать сосульки, по идее. Но я вроде что-то не вижу, чтобы что-то падало. Вот, 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 вот. Тут особо аккуратно нужно быть. Так, здесь вход запрещен. Подождите, не туда пришел. Блин, 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 блин. Как бы сейчас не умереть? Так, окей. Я подошел к мосту. На мосту тоже падают вроде как. Да, просто падают. Я надеюсь, что я пройду, 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 пройду. Потому что я хочу сделать это с первого раза. С первого раза хочу пройти испытание. Да, 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 да. Есть, прошел. И куда мне нужно отнести подарок? Подождите, просто выйти из пещеры, да? Вы получили 11 украшений для новогодней елки. 11 украшений за то, чтобы просто пройти лабиринт этот. Но испытание по заработку вы можете написать в комментариях. Как вы думаете, какое испытание наиболее выгоднее? Просто для меня, ну, почему-то остается фаворитом. Но как будто вот это испытание там, где нужно догонять с подарками. Вы гарантированно там получаете 15 игрушек. Вот это очень классное. Дымоход мне не особо нравится. Нравится вот это испытание. Там где 20 можно получить. События побег. Ну, в общем, вам судить. Я считаю, что вот таким способом вы можете зарабатывать несколько сотен тысяч в день. А может даже и кто-то миллион. Самое главное, это не продавать на первых днях елочные игрушки. Потому что в конце на них цена будет просто максимально колоссальная. Кому-то будет не хватать несколько игрушек. Условно несколько сотен. Дабы купить Бугатти. Поэтому я советую вам прислушиваться к моему мнению. А там уже решайте сами. Напомню, что я играю на 6 серебре Радмира. Мой промокодик есть в описании. Вводите его. С вами был я, Гарли. Всем удачи. Всем пока-пока.